Незаживающая рана на сердце Беларуси. Сегодня 80 лет со дня трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года каратели сожгли заживо 149 жителей деревни. Из них 75 детей. Самому маленькому было всего 7 недель. Внутренний монолог каждого, кто приезжает в Хатыни о памяти, скорби и мужестве нашего народа. На территории всего мемориала завершились масштабные реставрационные работы. Это было поручение нашего президента. Еще на этапе концепции глава государства очень точно описал, как должна выглядеть Хатынь. Чтобы сердце рвало. И оказавшись на территории мемориального комплекса, особенно посетив его новый музей, испытываешь именно такие сильные чувства. Никакой помпезности или киношной подачи. Именно деревня в первозданном облике. Глава государства вместе с сыновьями и тысячами белорусов сегодня был в Хатыни. Там состоялся митинг-реквием, дань памяти. И в то же время напоминание новому поколению. Никогда не допустить повторения этих страшных событий на нашей земле. Илона Красуцкая о вечной памяти. Деревенька, которой больше никогда не будет на карте. Об энергетике Хатыни написано и сказано очень много. Но, как по-настоящему сжимается сердце, чувствуешь только оказавшись в этом месте. Это не выразить словами, это можно только пережить. Хатынь – наша всеобщая боль и вечная память о погибших земляках. От событий марта 43-го в любое время года мороз по коже. Вспомнила свою маму, которая родом из Белоруссии. Она была в концлагере. К счастью, она вернулась после Великой Отечественной войны. И, конечно, рассказывала о том, как было сложно находиться на территории Германии. И она передала нам детям помнить о мире, о свободе. Это сильная трагедия, которая произошла 80 лет назад. И я считаю, об этом надо помнить обязательно. Нужно, конечно, показать детям, чтобы они помнили об этом, знали и мыслили. И не могли быть подвержены влиянию переписывания истории. На территории мемориального комплекса завершилась масштабная реставрация. К скорбной и памятной дате, 80-летию трагедии, президент поручил выполнить все необходимые работы. Был издан указ, строительство объявили всебелорусской молодежной стройкой. Подключился БРСМ, и помощь ребят была существенной. Демонтаж, очистка и установка мемориала, кладбище деревень, земляные работы на территории музея. Конечно, им помогали профессиональные строители. Этот всеобщий вклад бесценен. Был восстановлен мрамор на венцах памяти, на непокоренном человеке. Был гранит уложен заново, восстановлены швы на дороге «Последний путь». Здесь очень много кропотливой было работы. Аутентично все так получилось. Борисовский завод сделал эту кропотливую работу, индивидуальную. Наш президент в Хатыни часто, будь то годовщина трагедии или субботник, глава государства также не раз приезжал посмотреть, как продвигается процесс реставрации. И вот всего за год здесь в том числе построили новый музей. Шесть выставочных залов. Каждый посвящен определенному периоду в истории белорусского народа. Военные походы и войны с 10 по 20 век. Первые жертвы, разрушенные города, разлученные семьи. Кровавый ручей, как символ пережитого, он сопровождает посетителей по всем залам. Буквально ком подступает к горлу, когда видишь, как застали белорусов первые дни Великой Отечественной войны. Для кого-то это был неожиданный телефонный звонок, затем сборы наспех, разбросанные вещи по всему дому и кукла, принадлежавшая маленькой девочке. Вот эти две девушки, они арестованы и их куда-то ведут. Мы пока не знаем, куда. Но судьбу несложно догадаться. Вот еще одна фотография. Вот эта девочка, она сама себе копает могилу. У нее в руках лопата, она плачет. А вот эти тени, которые бросают на нее, это вокруг нее стоят солдаты. И вскоре, в какое-то мгновение, раздастся последний выстрел. Как сражались, отражено в осколках, а не по всему залу, словно Беларусь, разбитое зеркало. При проведении земляных работ на территории мемориального комплекса найдены личные вещи и другие уникальные реликвии. Разорвавшаяся гильза и чей-то крестик, они стали частью экспозиции. Видя все это мурашки по коже, этот музей обязательно нужно посетить каждому. Надо понимать и суть философии нашего музея, к чему мы, для чего мы хотим показать. Мы стремимся показать это для того, чтобы понятно было, что без независимости, без сохранения суверенитета белорусский народ может утратить все. А благодаря этому мы сохраняем историческую память, свою память о прошлом. На протяжении 20 минут, пока длилась экскурсия, наш президент не произнес ни слова. Тяжелые раздумья ждут каждого, кто увидит эту экспозицию. Ты действительно боишься нарушить эту немую тишину, перебить монолог маленькой девчушки о том, как разлучили с матерью, или рассказ Вити Желобковича, единственного уцелевшего свидетеля тех страшных событий в Хатыни? Оказавшись на этой земле, точно происходит переоценка ценностей, и все проблемы кажутся мелкими и незначительными. Беларусь не просто сохранила историческую память в камне и бетоне. Это уже генетический код, чтобы понимали ценность каждого мирного дня. Каждый шаг в тяжелых раздумьях, потому что сложно представить, что испытали погибшие здесь люди. Впрочем, у каждого белорусского городка или поселка, села свой обвинительный щетка Великой Отечественной. За прерванные жизни, мечты и надежды. Особенно за боли, слезы женщин и детей, их израненные души и покалеченные судьбы. Беларусь никогда этого не забудет. Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. В сердце народа победителя, сильного и великодушного, умеющего прощать. До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, восточными славянами. Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии. И мировой капитал оплатил этот подход. Они против нас сегодня санкции вводят. Развязали экономическую и информационную войну. Но мы не забыли и наследникам, карателям тоже напомним, как в далеком 41-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. Как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий, как закапывали детей живьем, экономя пули и распаляли над нашими городами и селами отравляющие вещества. Мы оплакиваем всех невинных жертв нацизма, всех невернувшихся с той войны героев. Это 50 миллионов жителей планеты. Большая часть – наши советские люди. Вечная им память. Спустя почти 8 мирных десятилетий нас пытаются разделить и подтолкнуть к новой трагедии. Зачинщики, что разжигают ненависть, не скрывают лиц и намерений. А святой подвиг преподносит как ничего не значащее понятие. К сожалению, уже и видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм. Видим, как просыпаются инстинкты предков – украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин. Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг. Почтить память павших героев, поставить свечку и просто побыть наедине с собственными переживаниями – теперь это возможно. В Хатыни также восстановили церковь, которая была уничтожена в свое время. Более 9 тысяч деревень и поселков в Беларуси повторили печальную судьбу Хатыни. Алла, Борки, тысячи сгоревших судеб. И если не всех можно назвать, то хотя бы увековечить их память для следующих поколений. Тех, кто должен и после нас сохранить нашу историю. Пусть этот будет бессмертный клочок земли, имя которой Беларусь, примером тому, как надо относиться к тем людям, благодаря которым мы живем здесь. Илона Красуцкая, Дарья Рачко, Иван Мартынович и Александр Олешко. Агентство теленовостей. Агентство теленовостей. Агентство теленовостей.